здравствуйте друзья добрый день 5 часов пол шестого из кремниевой долины к вам блогер михаил портнов и расскажу о письме которое я получил сегодня там это даже не письмо это комментарий был номер так цепанул значит человек рассуждал на тему он говорит вот один там пришел там слушал блогера что-то ему не понравилось он стал хейтером стал там комментарии плохие писать там еще где-то там в разных местах то есть описывает какого-то такого душевно больного человека то есть люди которых есть какая-то собственная жизнь у них какие-то есть дела они конечно вот вот этим вот они не будут заниматься то есть если вы видите это это больные люди но он реально я ну что же вот и он описывает какой-то больного человека другой стороны он говорит вот есть люди которые пришел может ему даже и блогер не нравился но как-то слушал и вот опять слушал и еще там начал понимать такое что может быть раньше не понимал и какую-то пользу из этого извлек и так далее то есть вот он как бы говорил что надо быть нормальным человеком они душевно больным но вот в контексте как бы этого я вспомнил одну интересную историю было это много лет назад и те из вас кто постарше из наших зрителей и кто имеет отношение к педагогической деятельности а я знаю что есть много учителей там как бы это массовая профессия вот когда они учились в педагогическом институте они изучали педагогику по книгам написанным двумя и очень известными людьми это были академии академики академии педагогических наук одного была фамилия лернар а другого скаткин ну мы в то время были еще молодыми совсем ну допустим там вот света моя училась в аспирантуре было там 27 28 лет когда она поступила соответственно имя там было на год больше а лернару из ну лернар было может быть лет 60 а скаткину было наверно к 80 он такой совсем уже пожилой был дедушка светлана училась в аспирантуре в том институте где они все работали это назывался называлась институт общей педагогики академии педагогических наук ссср и вот там теоретики такие фундаментальные вот эти лернары скаткин у них должность была очень интересная старший научный сотрудник но оба были академики академики они не лезли в начальники в запу не не только в зафла где зафла были там директора ну просто вот так пришел сел там и что-то свое какое-то исследование ведет и как-то раз значит было такое мероприятие а в то время знаете перестройка какие-то перетурбации вдруг началось что-то такое что-то такое происходило какие-то собирались собрания там люди чего-то обсуждали и и вот я помню а света моя такая активная была и она меня с собой периодически вытаскивала куда-то со своим руководителем там борис семёновичем гершунским покойным который стал потом директором этого института со временем но уже не важно уже так после того как мы уехали тогда он был за флабом сидим мы там и рядом с нами вот значит вот света гершунский а рядом с гершунским сидит вот этот самый скаткин и там какие-то люди выступают надо сказать что я не мог без смеха на некоторых смотреть то есть от некоторых было совершенно скучно некоторые были ужасно смешные когда выступал борис семёнович светин научный руководитель он срывал невероятные овации потому что на фоне вот этих смешных и скучных он был просто как какое-то яркое такое событие на фоне то есть он был абсолютно таким знаете героем этого дела и вот сидит такой тихий такой дедушка такой совсем вот там 80 когда вот этот самый скаткин и там выступает какой-то человек человек несет такое что знаете вот только в перестроечные времена он может оказаться на трибуне вы видите потому что в нормальное время он просто не не дойдет в смысле никто не никто не выпустит его а тут пишешь скажем все выходи то меня что-то говорит он при должности он при должности он не тоже совсем откуда но что такое и мы сидим смеемся же он был смешной мы сидим смеемся значит со светой молодые смеемся смешливые борис семёнович сидит рядом он не смеется так он просто сидит может о своем чем думать а скаткин сидит и записывает и что-то записывает и светлана изумленная говорит вершонского борис семёнович говорит борис семёнович что он записывает что что можно вот ну вот что и борис семёнович который сам по себе человек совершенно гениальный без всяких скидок я могу сказать что он стал доктором педагогических наук будучи преподавателем технику вы можете представить доктор педагогических наук преподаватель технику вот это был борис семёнов но он потом уже переехал в москву из киева стал за флабом и так далее потом академиком уже стал когда вот перестал на исходе когда советский союз развалился и вот он не говорит вот я возвращаюсь к началу нашей темы понимаешь цвета это человек скаткин не такой как вот все это чек редкий он как бы совершенно гениальный и гениальность его состоит в том что когда он слушает другого человека он не ищет путь какой-то или какое-то слово или фразу или мысль чтобы сказать божий какой кошмар и перестать слушать он как человек как бы высокого интеллекта и пытается вот даже если там есть какой помойное ведро и в нем там есть один процент чего-то ценного он хочет вытащить оттуда этот процент найти его быть может быть статью какую-то напишет на эту тему то есть он что такое поймал для себя то есть он услышал что-то и это что-то само по себе может быть вот мы слышим что там ценности никакой нет но у него в голове что-то щелкнуло что то такое она зацепила итальяки понесло и вот он записывает может быть он собственные мысли записывает которые в этот момент возникли а может быть он ту фразу чтобы ее не забыть там или что-то и вот к чему я говорю чем отличаются люди достигающие высоких вершин от людей которые ну просто люди просто люди вот как мы все тем что они не пренебрегают тем что они не занимаются написанием устным или письменным да вербальным или там значит для письменным комментированием негативным ничего проще нет чем сказать что кто-то дурак или допустим если я с ним не согласен значит он дурак хотя вы понимаете сами что если один не согласен с другим неизвестно кто из них дурак значит может быть оба может быть оба умные и так далее то есть по всякому бывает но вот вот эта мысль о том что кто-то дурак особенно потому что я с ним не согласен а это девяносто девять и девять десятых комментариев которые пишутся в интернете если я с ним не согласен значит он дурак так вот в этом отличие людей которые продвинулись куда-то в жизни от людей которые никуда не продвинулись и не могут продвинуться потому что они не пытаются найти что-то что их продвинет они ищут способ не продвинуться ищут способ остаться Там, где они есть Ищут способ найти какую-то информацию Которая им говорит Я в порядке Я в порядке Не нужно никуда бежать Не нужно ни о чем думать Не нужно пытаться сформулировать И развить ничего Я в порядке Вот, и вот это вот Как бы такая ядовитое И как сказать, токсичное мышление Такое, токсичное Вот оно людей удерживает там, где они есть Даже если они есть В очень несимпатичном месте Ну, опять Может быть, несимпатичность места Это когда мы со стороны смотрим А ему там комфортно, нормально И так далее Так вот Я когда комментарии вот этот читал О том, что Можно так вот Отнестись к тому, что ты прочитал И с чем ты не согласен Пойти в какое-то сумасшествие И тратить свои силы, время и энергию На какие-то там комментарии Или становиться хейтером Люди Нормальный человек, у которого мозги Ну, как бы на месте Он не болен психически Он не может быть хейтером Совершенно, совершенно аномально Так вот Вот тропочка такая Последите за собой Да? Вот я с тех пор, как это произошло Я все время пытаюсь себя поймать Как бы на каком-то вот таком Знаете, фронтально-негативном Таком движении Вот что-то мне Я говорю Я говорю Миша, подожди Да? Мне вот сейчас говорят А как же вы Говорит Вот у Наташи Квик Света давала интервью Вчера По-моему И... Не, вчера Позавчера И оно вышло Вот с утра уже вышло Сегодня И... И вот ее там спрашивают И меня спрашивали И нам говорят Как же так Вы Говорят Образованные Там, интеллигентные С большим жизненным опытом Как вы Могли Попасть Вот к этому диетологу На голову больному Как это могло произойти И Света мне тоже Она мне говорит Ты не дал мне провести Исследование И там понять Что происходит И тогда Наверное Если бы она покопалась Она бы сказала Ты знаешь Что как-то Плохо пахнет Это все Действительно Там много было Что такого Что пахло Очень несимпатично Но Я вот Просто Как Ну сказать Не будучи лишен Той тенденции О которой Значит Я рассказываю Что там Увидел Что сказал Ну это Ну нет Ну нет сил Там это вообще О чем говорить Там кто У меня это тоже есть Но я с этим борюсь В себе Зная что это плохо Поэтому У меня как бы С одной стороны Это природное С другой стороны Я развиваю в себе Вот эту открытость Как бы Да То есть я говорю Ну почему Давай посмотрим Давай послушаем Если я вижу Что-то уже Как бы Понятно Что То есть я Думал Слушал Там В классификацию Какую-то Значит Это дело Прописал И дальше Я уже Говорю Это из этого Класса Что там Нет Едем Нет Не хочешь Не надо Вот Это конечно То есть я не могу Десять раз На одни грабли Наступать Но во всяком случае Ну человек Что-то предлагает А почему Ну давай посмотрим Давай послушаем Я конечно увлекающийся Еще тоже То есть я могу Так загореться Там и так далее Но видите И света тоже Загорелась Вот уже казалось Света намного Более осторожная И Ну Незапоставимо Вообще со мной Даже я там близко Не стоял По Осторожности По Такому Как бы сказать Я не могу сказать Негативному Но так близко к тому То есть она так Очень критична Критична Она очень критична Вот так и она тоже Понимаете А я вот Я-то уж Чего Но Что я хочу сказать Что в этом есть Как бы и плюсы И минусы Да То есть С одной стороны Люди которые очень критичны Если они чересчур критичны То они Все вот эти Opportunities Они их Отбрыкают Вот Если люди чересчур Не критичны То тогда Они все время попадают В разные истории И надо сказать Что Я периодически В жизни Попадал в разные истории Это у меня Третий такой случай С диетологом Это у меня Третий случай Когда я Влипаю В ситуацию Где я связался С людьми Выдумавшие Какой-то мир И живущие в нем И абсолютно То есть Они как бы рисуют себе Какую-то реальность И дальше В ней там проживают Первый случай У меня был начальник В Москве еще Он занимался методами Быстрого обучения И И так вот он Я наблюдал за ним Он разговаривает там С тремя разными людьми И вот он Поворачивается От одного К другому К третьему И он С одной стороны Противоречит Каждый раз Тому Что только что Сказал еще кому-то Но абсолютно верит В то что говорит Каждый раз Когда говорит с кем-то Он был развитый Интеллектуальный человек То есть Он 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 доктор наук Там Он Все дела Но Но он В общем-то Свихнутый Ну то есть Действительно Он в какой-то такой Реальности Я не знаю То есть Там У меня нет слов Терминов Нет Я не имею права Ими оперировать Я только если В бытовом смысле Но Вот это был Такой первый Потом Если вы читали Мою книгу О том Как наша школа Вот это Создавалось И У меня была Очень болезненная История С женщиной Которая там В книге Называется Руфина Вот эта Руфина Она Была точно Такой же То есть Она в своих Мыслях Даже когда Она жила В чудовищных Условиях Там Без мужа С двумя Детками Крохотными На Велфере Подрабатывала Тем что Полы мыла Там В домах И там Прибиралась В домах И так далее В чудовищных Условиях У нее при этом Было Абсолютно Она жила В какой-то реальности В которой Она Программист В прошлом В которой Она Создает Школы Кому-то Кого-то Учит Чему-то Помогает В жизни И так далее И так далее И то есть Чем Чем более Жалким Было ее Реальное Существование Тем ярче Была у нее Картина Того Как она Вообще Покорила Весь мир И вот И вот Третий раз Такой Еще один Такой Ну Не знаю Даже Может Это у меня На роду Написано Но Во всяком Случай Вот Возвращаясь К теме Открытости Закрытости К тому Что Что Где Границу Поставить Но Может быть Она у каждого Своя У меня Света Есть Она Меня Выручает Из разных Таких Ситуаций Вот Поэтому Я иногда Я куда-нибудь Влезу А она Меня Вытаскивает В данном Случа Было Наоборот Хотя Она Отверждает Что Это все Не был такой Вот Лопоухий Как сейчас Уже стало Очевидным Вот Так Все было бы Не так С нашей диетой Ладно О диете Потом О диетологах Тоже Потом И Я думаю Что мы тему Обсудили Хорошо Счастливо И до новых встреч Редактор субтитров